Ну что, готовы? Я написал песню, которая, я сам понимаю, что она может не ахти, но она передает вот именно мое сегодняшнее состояние и состояние, я думаю, многих моих ровесников, а их здесь много в этом зале, я ее назвал «Романс утопающего». Далекая заря Берега разлуки От берега любви До берега на разлуки Встала и росло Полдневное светило В моей руке весло Еще послушно было Скорее позови Я поплыву на звуки От берега любви До берега разлуки От берега любви До берега разлуки Еще закат пылал Уже прибой был рядом Я бился между скал С тобой прощаясь С тобой прощаясь взглядом Все страсти на крови Протянутые руки От берега любви До берега разлуки До берега разлуки От берега любви До берега разлуки Аплодисменты 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 Первый называется Нож, пистолет и лом Я человек везучий Я человек везучий Но покидая дом Беру на всякий случай Нож, пистолет и лом Из барахлишком этим В неласковый момент Я прибыл на рассвете В штаб округа в Ташкент Сказали Коль везучий Марш на аэродром Беру на всякий случай Нож, пистолет и лом Но не дали талону Без взятки про пора Пришлось лишиться лому Зато взлетел с утра Летели до Термеза Там звери-погранцы Нельзя везти железо Так это ж нож отцы Но выгрузили сразу И заперли в барак А отдал нож заразом Взлетели только так В Кабуле чин по чину Я с борта на зим скок Как вдруг три дурачины Стволами тычут в бок А ну-ка сдай оружие Фасонить будет тут Тебе оно не нужно Тебя и так убьют Я понял, что слубянки Я отдал им ПМ Юхвани и юхванки За мир франшафт Салэм Вот песня называется «Братья по войне» Я хотел такое длинное Политическое предисловие Там Сделать А потом Когда увидел Что пришел сегодня Саша Карпенко Великолепный наш поэт Барт И... Как сказать? Да просто человек Который израненный Обожженный И все прочее Но главное большой Русский поэт считаю Он мне когда-то сказал Что может быть Это у меня лучшая песня Я еще так считал Что может нет Саша для тебя И где сонною кроватью Желтый снимок на стене Где вы, братья Где вы, братья Мои братья По войне Заключенные в объятия Предававшими в огне С кем вы, братья С кем вы, братья С кем вы, братья Мои братья По войне Не на вас Лежит проклятие За безумие в стране Вы куда идете, братья Мои братья По войне Вас не вправе Осуждать я Но все чаще Снятся мне Невернувшиеся братья Наши братья По войне Да Одеждою И статью Мы такие же Вполне Отчего ж так стыдно, братья Перед снимком на стене А вот тот человек, который нас снимает Юра Трифоненков Кстати, боевой морской офицер Северного флота Плавал, вернее Ходил на кораблях Они Кого ищешь? Человек Где? Человек пропал Потом Потому что он работает Да, кстати, благодаря Юрию Алексеевичу Значит Я думаю, что он уже завтра Может сегодня ночью Выложит все это дело Как это называется? Машка, как называется? В Ютуб В Ютуб, да Так что мы можем Так сказать, увидеть все это дело Набрать гнездо глухаря Верстаков, да То и все это выскочит Наш Северный Северный Ну вот И он почему-то попросил меня спеть песню Которую я давно не пел Называется Лейтенант Царандоя Царандой Это афганская милиция Афганистана Но это не совсем милиция Это как бы воюющая милиция Но аналог наших внутренних войск Пока их не переименовали в Национальную гвардию Да Вот И туда набирали обычно деревенских ребят Бедняков там Негородских А я еще почему-то песню написал Помню Чтобы не ругали наших Когда вот Извините Я Мне всегда стыдно петь афганские песни Потому что я там не воевал Я там был журналистом Хотя и военным То есть я был рядом с ними Но старался не стрелять И старался только больше видеть И смотреть наших людей Вот Но зато я ездил в самом начале В середине Во второй, третьей, в конце Так сказать Вот И видел вот эти изменения И если когда мы туда входили Там все-таки было еще в средневековье То уже после восемьдесят пятого года Вдруг смотрю там В Кабуле Ходят девчонки там Почти в мини-юбках Ну может не в мини Но там в миде точно Знаешь В джинсах там Эти лицеистки Изменился цвет паранджи Вот когда входили войска Почти все ходили в черном Да? А вот уже ближе к выводу Когда они поняли Что мы их защищаем И реально там И даже паранджа стала В основном Может мод была Голубой такой-то Светлый Красивый Цветной Вот такая песня Называется Лейтенант В Кабуле Весенняя Мода На все Даже На паранджу Рассматриваешь Пешеходов А я На тебя Погляжу Здесь Женщины В цвете Небесном Иконном Рублевском Почти Но Впрочем Тебе Неизвестно Про наши иконы Прости Идешь По большому Абулу Сын маленького Кишлака Среди Многолюдного Гулан Тебе Неуютно Пока Дуканы Жаровни Машины Навесы Витрины Лотки Женщины Словно Кувшины Блистательны И Высоки Детали Столичного Быта Тебе Интересны Всерьез И Манят Глаза Что Сокрытым Вселенной Под Сеткой Из Конских Волос Вселенной Высокогорным Другие Фасоны Цвета Там Женщины Горбились В Черном Смотрели Сквозь Нити Холстам И Мать Провожая Всплакнула Под Горубою Той Паранжой Был Красен Твой Путь До Кабула От Крови Своей Чужой Ты Думал Что Рай Тебе Снится На Узком Врачебном Столе Открытые Женские Лица Увидев На Грешной Земле Одетые В белые Ткани Медсестры Стояли Вокруг Когда Ты В Наркозном Тумане Боялся Коснуться Их Рук Нас Женщины В Черном Рожают Нас Женщины В Белом Хранят В лазурном Любовью Сражают Украдко Бросивши Взгляд Но Вся Их Небесная Мода Тебе Поклониться Должна Ты В сером Подсвет Небосвода В Котором Дымится Война Ты В сером Подсвет Небосвода В Котором Дымится Война Аплодисмент В 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 Если вы работали с вертолётчиками, надо не забывать, что потери вертолётчиков в несколько раз, а иногда во много раз больше, чем у лётчиков крылатой авиации, плюс к тому, если ребята из самолётной крылатой авиации в основном заняты всё-таки убийством, хотя и благородным, потому что убивают врагов, то вертолётчики часто спасают. То есть, когда ранены и прилетают вертолётчики, и мне доводилось быть свидетелем некоторых таких. Вот один типичный случай, у меня песня есть, называется «Лети вертолётчик». Бесную золопости над головой дрожит рукоять управлением, заходишь от солнца и то, что живой, сверяешь с наземною тенью, берёшь на себя, всё берёшь на себя, за все отвечаешь исходы. Железная птица, покорно трубя, соскальзывает с небосвода. Пробита обшивка, разбито стекло, передняя стойка погнута. Но ты приземлился, тебе повезло, тебе и в пехоте кому-то. Он ранен, тебя посылали к нему, ты сел под обстрелом на скалы. Железная птица в сигнальном дыму с гранитным слилась пьедесталом. Погрузка закончена, гвинут шага к газ, с трудом отрываешь машину. Ты в небе, ты выжил, и ты его спас, бойца с безымянной вершины. Набрал высоту, оглянулся в отсек, бартехник кивнул, всё в порядке. Лети, вертолётчик, живи, человек, счастливые ребята к посадке. Берём на себя, всё берём на себя, за все отвечаем исходы. Железные птицы покорно трубя летят посреди небосвода. Почему я Сирию вспомнил, я как-то говорю уже, помню, да. Ну, хорошо, действительно, что дали героя России, вот тому парню, которого сбили там турецкой ракетой, да. И заслуженно дали, да, но почему мы даже не знаем имён тех вертолётчиков, которые спасали второго выжившего лётчика, и спасали они тех ребят, которых высадили, чтобы спасать этих лётчиков. И вот я говорил, ну, когда я был в Сирии тоже, вот этих ми-мини, чёртово, один угол аэродрома все обходили вдалеке, потому что там воняло керосином, потому что это вертолёт, который спасал их. Он был так избитый, зарешечен там, и его, и там вертолёт-то летает на керосине. И пробитые баки, то есть как он не сгорел, как эти ребята вообще... А потом там сбили несколько наших вертолётов, экипажи гибли, мы их не знаем, не знаем, да. Так, у нас будет, ребята, спокойно. Вам позор, не нам, а вам, которые в Родину приехали, вместе с башбероном, которые ждать и сидят. Я вам позор, да не понял. Тише, сядь. Главнокомандующий. Так, Вадим, позор мне, потому что я на сцене и допускаю бардак. Все эти вопросы будем обсуждать через 45 минут. Так, тихо. Так, Витя, прекрати. Сядь. Морозов, сядь на место. Тихо, тихо, тихо. Я уже начинаю потихонечку по заявкам, но пока по предварительным. В городе Мюнхен, на Ридной Германичине, живёт наш общий друг Валерий Коновалов, который сейчас опять закричат позор, но он долгое время работал на Радио Свободы. И не рядовым сотрудником, а достаточно высокого качества. У него была своя программа. Но наш русский человек родом из Белоруссии. Так получилось по религиозным мотивам, что он пришёлся уехать из Советского Союза. Но он там вёл нашу русскую линию. Даже я, коммунист и русский человек, я неоднократно выступал по свободе, и там неоднократно крутили мои песни. Вот представляешь? У меня одна книга даже была названа «От правды до свободы». Ну вот. И Валерий Змюнхен позвонил и попросил, чтобы я спел одну песню, которую я сейчас покажу, потому что её любил ещё другой наш общий друг Александр Маргелов, герой России. Обожди тихо пока. Александр Маргелов, герой России. Чем он знаменит? Он вообще был и десантник, и инженер. И его отец, командующий ВДВ, Василий Филиппович Маргелов, он его первым сбросил в железяке, то есть в боевой машине десанта, прямо с самолёта на землю там. Ну, с парашютом, естественно. Но никто не знал, чем это кончится. И я потом у Василия Филипповича спрашиваю, а почему сына-то бросили? Он говорит, ну чё, говорит. Ну, он матом всегда говорит. Как я могу чужими детьми рисковать, когда он у меня свой в войсках служит? И вот я так его завожу. А песня такая, да. Саша Маргелов умер в прошлом году. Вот я его вспоминаю, и вспоминаю песню, которая ему нравилась. Летом, а, да, летом это два года, да, да. Была такая война, не нам об этом тужить. Была такая страна, не стыдно жизнь положить. Надень свой тельник, браток, комбез, десантный надень. За нами июнь и восток, за нами солнце и тень. Мы не жалели свинца, платили кровью за кровь. Мы не скрывали лица, была страна и любовь. Надень перед голубой, вглядись в зеркальный овал. Мы все же чище с тобой, чем те, кто нас предавал. Мы смотрим давние сны, мы видим павших парней. Бойцов великой страны, мы вместе помним о ней. Надень медаль за БЗ, на очи выйди порог. Когда держава в грозе, мы вновь солдаты, браток. Надень медаль за БЗ, на очи выйди порог. Когда держава в грозе, мы вновь солдаты, браток. Володя Маковей, ты меня просил спеть про Джалабад или что-то такое? У меня есть несколько песен про Джалабад, про Баграм и все прочие мои любимые города в Афганистане. Вот одну я понял, что редко пою, а вроде неплохая песня. Называется «Сады Джалабада». Кстати, в нескольких десятках километрах от этих садов, однажды я хотя был просто журналистом, но так получилось, что там окружили нас душманы и через этот самый мегафон предлагали сдаваться. А мне было уже заранее смешно. Потому что шли мы с отрядом спецназа «ГРУ». И, так сказать, кончилось тем, что их-то поубивали, а нас-то ничего. Далеко до России, от этой земли, Где зимы не бывает, где воздух, как пламя, Где сквозь жаркую мыть, еле виден вдали Апельсиновый сад с золотыми плодами. Сады Джалабада запоминать не надо Отныне и навеки, по снах и наяву Среди зеленых веток, среди свинцовых меток В садах Джалабада хожу, дышу, живу. Увидает листва на деревьях в саду Пересохшие корни цепляют за ноги Я воды принесу, но сначала найду Кто стреляет отсюда по нашей дороге Сады Джалабада запоминать не надо Отныне и навеки, по снах и наяву Среди зеленых веток, среди свинцовых меток В садах Джалабада хожу, дышу, живу. Шевельнулась и вскинулась ветка вдали Успеваю залечь, за корнями укрыться Далеко до России, от этой земли Если сад перейду, вдвое путь сократится Сады Джалабада запоминать не надо Отныне и навеки, по снах и наяву Среди зеленых веток, среди свинцовых меток В садах Джалабада хожу, дышу, живу. Снова шорох в листве, ты прости меня, сад За ответную очередь из автомата Но открылась дорога на Джалабад И примчатся с водой городские ребята Сады Джалабада запоминать не надо Отныне и навеки, по снах и наяву Среди зеленых веток, среди свинцовых меток В садах Джалабада хожу, дышу, живу. Вот в ноябре был бы день рождения Да, в общем, и остается Очень замечательного человека Генерала, инженера Художника, барда Виктора Павловича Куценко И вот он был в Афганистане Очень долго, больше двух лет Он был советником, начальником инженера Их войск армии Афганистана То есть он что там делал? Он там взрывал, разминировал, минировал, строил И все это среди афганцев И он их еще рисовал И иногда мы с ним спорили И он, в общем-то, говорил, что в каком-то смысле Афганский солдат, если к нему правильно подойдет Он ничуть не хуже там славянского русского солдата Вот он меня как-то научил по-новому глядеть на Афганистан Вот песня в его память Вновь над Кабулом восходит звезда Хлопает в модуле дверца Как я могу не вернуться туда Где похоронено сердце? Крик мытзинов и мат часовой Четки стучат, словно пули Я на Руси еще числюсь в живых Сердце осталось в Кабуле Бур-бур-хай, шурави, иншаля Девушка мне говорила Два наших сердца навек приняла В дару лямане могилам Пусть над Кабулом с горы осмаи В небо полят иноверцы Вы победили, родные мои Я схоронил свое сердце Вновь над Кабулом восходит звезда Хлопает в модуле дверца Как я могу не вернуться туда Где похоронено сердце? Кстати, вот от тех ребят, которые там воевали И потом ездили туда на разных уровнях Вплоть до правительственного Я могу четко сказать, передавая их слова Нас там ждут Причем ждут даже те, кто против нас воевали Потому что американцы им очень не понравились А о нас они вспоминают, извините, с любовью И нам туда опять придется Ну не нам, нашим сыновьям, но придется Так, Вадим Вадим, Вадим, это тебе послушай Сейчас я немножко вспомню Следующие года Ну, например, 93-й год Свои своих из-под брони косили Не хочется ни верить, ни служить И все же без Москвы жила Россия Без армии России не прожить Виновные ответят по именам За пулеметно-пушечный расстрел Но наши офицерские погоны Господь еще снимать нам не велел Грешны перед народами державы Пред верою и совестью грешны И все-таки мы не имеем права Уйти до окончания войны И пусть неувидаемым позором Придворные овеялись полки Есть в армии законы, по которым Грехи смывают сами штрафники Отныне не кричать Москва за нами Но стиснув зубы верить под огнем Что русское простреленное знамя Мы все-таки поднимем над Кремлем Отныне не кричать Москва за нами Но стиснув зубы верить под огнем Что русское простреленное знамя Мы все-таки поднимем над Кремлем Итак, переходим уже чисто к заказу То, что повторял в заказах несколько раз Называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана» Где у нас, Виктор Александрович? Если что, меня поправите Что я неправильно написал Песня была написана в два захода Одна еще при жизни Брежнева Которую, да, напоминается Тот, кто нынче выше всех Вторую часть я дописал уже после смерти Брежнева Чтоб было понятно Безусловно, дали маху Мы десяток лет назад Называя Захершаха И высочество, и брат Моему завод платил Мы даем ему угля Да, любили мы скотину Захершаха короля Да, зубов вооружили Утопи его хорон А вообще неплохо жили С этим самым Захером И целуя с господами Тот, кто нынче выше всех Заложил кирпич, фундамент Под кабульский политех Но история как средство По весоме кирпича Где Захера, где королевство Только камень Ильича Началась другая эра Там, конечно, а не тут Мы приветствуем премьера По фамилии Дауд Сразу помощь предложили И деньгами, и трудом Как с товарищем зажили С этим самым Даудом Только снова дали маху Сей революционер Оказался братом Шаха И агентом ФБР Был он подлым И двуличным А его же, как на грех Целовал утро полично Тот, кто нынче выше всех Но пришел конец Иуде Там, конечно, они здесь Вышли танки при Дауде Нет, Дауда, танки есть И хотя мы рановато Взяли принца на штыки Но целуем словно брата Нура-мура-тараки Правда, дружит с Пакистаном Книги пишет, грамотей Из казны, как из кармана Много хапнул на детей И партийные разлады Непутево примерял Расстрелял, кого не надо Кого надо, не стрелял Мы идейно с ним дружили Но готовили полки А вообще неплохо жили С Нура-мура-тараки Дали орден, дали займы И командовал сквозь смех Вира Нурвал или Майна Тот, кто нынче выше всех Но кроме СССРа Был у Нура-друг один Мы приветствуем премьера По фамилии Амин Задушил подлец подушкой Своего лучшего дружка И зарыл тарачью тушку Средь афганского песка Мы, конечно, телеграмма Мула-минха-физула Мы не знаем вашей драмы И у вас свои дела Но согласно узам дружбы Можем денег предложить И военного оружия Чтоб тебе спокойней жили В общем, жили мы неплохо И с Амином до конца Расстреляв его со вздохом Посереть его дворца Сразу радио врубили Мол, афганская земля Про тебя мы не забыли Нам обо брака кармаля Правда, он буржуй прожженный Порчемист и пустобрех Но ведь рукоположенный Тем, кто нынче выше всех Под надежной охраной Посадили во дворце Где сидел он вечно пьяный С важной дубой на лице Окрестили его Колей По фамилии Бобров Войск прислали, чтобы волю Наломал в Афгане дров Но другой, кто был всех выше В нашей собственной стране Весь, как говорится, вышел И в Кремлевской лег стене Мы порадовались с видом Но задумались слегка Может быть, без Леонида Здесь не нужно бобрака Долго думали, однако Во все стороны поля За боброва, за бобрака За колюху кармаля Да к тому же пересменка Началась в родной земле То Андропов, то Черненко То Пятно сидит в Кремле Мы для каждой той заразы Здесь сломали кучи дров Дожидаясь приказа Он пришел, прощай, бобров Без подушки и без пули Тихо сделали дела Глядь, уже сидит в Кабуле Особис над Живулан Правда, в университете Он учился на врача И людей на белом свете Часто резал сгоряча Возглавляя орган ХАДА Это их комитет Кого надо и не надо Всех отправил на тот свет В остальном нормальной малой Мы с ним многое смогли Да в Кремле пятно восстало До свидания на джип Отоварили чекушки И афгашки кто имел В Харатоне или в Кушке Оказавшись не у дел В общем, вышли из Афгана Коль приказ дурацкий дан Мол, зачем другие страны Дома будет вам Афган И живем отлично, что ты Мы опять в родной стране И трещим из пулеметов На гражданской на войне Не дадим отныне маху Только грустно, черт возьми Что какого-нибудь шаха Нет между нашими людьми И но и с ним многое Отоварили чекуки Афган Афган Севаст Севаст Афган Севаст 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 так здесь во первых есть песни которые я люблю но не мой сочиненный я их извините даже и может быть не очень знаю поэтому типа я войны интернационалист хотя это хотя конечно дело не название там прочее это пел юра кирсанов вот но я знаю но спою очень плохо и не буду я все-таки свои здесь есть кое-какие повторяющиеся вот я с них начну не обязательно афган после многих горячих точек которые к сожалению пришлось видеть у меня создался такой собирательный образ вот кто там реально-то воюет вот во всех этих горячих точках но реально показывает нас одни нам одних да и вот такой получился куплет и капитана вот и весь служебный роз на погонах восемь звезд а хожу все годы в командирах взвода я меняя округа бил условного врага но за годами чаще враг был настоящий я в абхазии бывал в преднестровье воевал я верхом на танке ездил по таганке я стоял на рубеже спал шапшами в блиндаже я копал окопы посреди европы мне давала ордена удивленная страна умный мол ворует а дурак воюет я не робок и не слаб я отнюдь не против баб но с моим окладом им меня не надо я под вечер или в ночь выпить водочки не прочь это тоже делом если нет обстрела в общем я такой как вы из тамбов или москвы разве что контужен и никому не нужен не афганистан не сон не обман я память друзей не предам я вижу сквозь дали дорогу джабаль и наш поворот на багран ударил фугас но бог меня спас не знаю чужой ли свой над грудой брони смерть по времени я кажется снова живой и дело не в том что будет потом как встретят нас в стране да крикой держись недолгая жизнь но дольше обычной вдвойне мальчишка боец обзвода юнец и взрослый усатый комбат не хватит свинца чтобы наши сердца живые забились не в лад нет афганистана не сон не обман я память друзей не предам я вижу сквозь дали дорогу джабаль и наш поворот на багран плачет нюрка живая душа слезы с кровью смешались на лапах ах как нюрка была хороша самый тоненький чуяла запах плачет нюрка а птица летит боевая железная птица плачет нюркой себе не простит но ведь плачет и все ей простится гладит нюрка родная рука и лизнуть бы хозяйскую руку как знакома она так легка обреченная нюркой на муку вертолет ли врезается пол высеченная нюркина тело сотню раз она чуяла долл а сто первый чуть-чуть не успела по загривку прошел холодок когда запахом сбоку пахнула но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула и всветнулся огонь из камней и запахло железом каленым и хозяин идущий за ней опустился на землю со стоном и ползла к нему нюрка ползла и лизала его и лизала и и хрипела на помощь звала и глазами всю боль рассказала подбежали к саперу друзья обмотали бинтами сапера он сказал мне без нюрки нельзя нет сказали ему это горы вертолет прилетел поутру их вдвоем погрузили в машину ты не плачь нюрка я не умру ты не плачь я тебя не покину но плачет нюрка живая душа слезы с кровью смешались на лапах как нюрка была хороша самый тоненький чуяла запах плачет нюрка так ну ладно вообще она называется песня последний поход но здесь тоже есть кроме устной заявки письмен разорван под ремнем автомата и стерлась тельняшка на левой груди где сердце колотится не виновата во всем что за нами и что впереди пошли по ущелью спустились в долину поднялись оттуда на горный хребет в бою разделившись на две половины оставшихся здесь и оставивших свет пошли по хребту по горящему склону фронтальной атакою взяв перевал и слово господь перестроил колонну из двух одного в небеса по тропам по тропам овечьим по минным ловушкам под скрестным огнем внезапно сверкавшим сиянием вечным ребятам с которыми рядом идем спустились по тропам на горная плата легко нам загадывать нечет и чет один из нас в небо взметнется крылатом другого навеки земля привлечен разорван погон под ремнем автомата и стерлась тельняшка на левой груди а сердце колотится не виновата во всем что за нами и что впереди поскольку поскольку времени уже у нас нету поэтому я спою одну свою заявку и прощальную песню а моя заявка как ни странно может уже не класть у нас времени нету Аллах Акбар песню за которую меня больше всего проклинает в интернете не понимая сходу что эта песня написана от лица советского офицера но в принципе мне она дорога еще потому что в каком-то смысле мне не нравится что нас травливают с мусульманами я знаю кто это делает и кому это выгодно кстати очень коротко но вам скажу что мы недооцениваем что среди мусульман особенно среди турок очень много людей со славянскими корнями ну например вы наверное здесь почти никто не знаете но в период рассвета турецкой империи на протяжении сотен лет великим визирем то есть после султана вторым человеком мог быть только выходец из христиан это почти все были славяне командовал конницы только выходец из христиан то есть в основном тоже славяне командовал флотом только выходец из христиан то есть опять в основном славяне вся пехота так называемые янычары это на 90 процентов были славяне дошло до того что в турецкой империи времена расцвета это было до 17 века турки отдавали своих детей славянские семьи чтобы оттуда их взяли в янычары и после этого они могли бы сделать военную и административную карьеру то есть очень многие на кого мы сейчас смотрим там турки арабы а в египте кто отбывал даже в шармальхель в ургаде вас не удивляло что среди египтян совершенно славянские рожи это тоже самое то есть мне не хочется чтобы мы ругались вот песня называется Аллах Акбар еще раз повторяю она написана от лица советского офицера потому что в Афгане было одно время такая шуточная приветствия встречались говорили Аллах Акбар песня тяжелая но я попытаюсь пылает город Кандагар живым уйти нельзя и все-таки Аллах Акбар Аллах Акбар друзья Аллах Акбар Аллах Акбар мне было тошно в жизни той я жить как все не смог простился с верною женой Аллах Акбар дружок Аллах Акбар Аллах Акбар и над могилой отца заплакал наконец твой путь пройду я до конца Аллах Акбар отец Аллах Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар горит песок и рушится скала Supreme Аллах Акбар Аллах Акбар, плать склон и перебить дозор Идешь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор Аллах, Аллах, Аллах Акбар Вы слышите, как мы поем там в цинковых гробах Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем Аллах, 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 Аллах Аллах Акбар А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар Аллах, Аллах, Аллах Акбар Бывает город Кандагар, живым уйти нельзя И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья Аллах, Аллах, Аллах Акбар Аллах Акбар Все, повторяться не будем Жукова мы все любим, но каждый раз петь не будем Последняя песня о нашей судьбе Которая нас всех с вами ожидает От боя до боя недолго Ни город, коли же бы не спять А что нам терять, кроме долга Нам нечего больше терять А что нам терять, кроме долга Нам нечего больше терять И пусть на пространствах державы Весь фронт наш незримый опять А что нам терять, кроме славы Нам нечего больше терять А что нам терять, кроме славы Нам нечего больше терять Пилотки и волосы серы Да выбилась белая прядь А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять Звезда из некрашенной жести Восходит над нами опять А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять В короткую песню не верьте Нам вечная песня подстать И что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять Спасибо! Пьем и общаемся! Минут пятьдесят у нас есть Все остальное весной в апреле Большое утверждение! Бравд www.bл.äил.óen Бравд completo! Бравд Hu! Бравдность! Бравдmerce! Бравдock! Бравдох! Бравдbula!